всем пара привет и с вами снова я ваша старуха и зергиль шутка наташа фрагнатик как-то мне мой образ напомнил это произведение старуха и зергиль горький если я не ошибаюсь сегодня наше видео будет на расслабоне поэтому приготовьтесь сидеть расслабляться и просто слушать мой рассказ я хочу вам сегодня рассказать о том как прошла моя неделя что было в ней интересного парфюмерного и не только на неделя была напряженная вообще вы знаете я поняла что работает из дома замечательно но не тогда когда все дома если никого не было я сидела тут себе одна то трудилась то чаек попивала то опять трудилась а когда вокруг все ходят бродит хлопают дверьми чем-то занимаются чем-то гремят шумят то мало того что не расслабляешься к еще и работать невозможно я просто не могу сосредоточиться когда у меня вокруг очень много разных шумов и даже сегодня знать включила какой-то включил какую-то музыку громко так что у меня был один источник шума и перекрывал все остальные вот только в таких условиях я смогла работать и при этом это при том что я не люблю громкую громко звучащую музыку я устаю ну не было выхода я была на этой неделе то грустная то веселая то какая-то депрессивная и моя рука тянулась к совершенно разным ароматом но в первую очередь мне все время хотелось ощущать вот этот аромат видите тяжеленная бутылка я вам когда-то говорила что одним из моих ароматов можно убить именно из-за веса забудьте про этот вот вот победитель в категории можно убить мне кажется он визит ну грамм 400 не меньше это у нас джейсон ву велвет руж джейсон ву это дизайнер одежды аромат я отношу к бюджетным в общем-то и джейсон ву у нас азиатского происхождения мне вообще возник интерес к парфюмерии созданной азиатами японцами китайцами то есть вот всеми этими ребятами из того что у них совершенно особенный подход и мне стало интересно именно после того как я получила свое владение получила свое владение аромат от йоджи ямамото легкими их нет нельзя назвать в них есть какая-то знаете какая-то искусственность которая при этом очень красивая что-то очень не натуральная созданная но при этом гармоничная я бы вот было было вот этот ароматный тег и я вы знаете наверное все ароматы созданные парфюмерами азиатами отнесла бы категории кибер киберпанка из-за их какой-то вот такой искусственности не натуральности здесь у нас ладана перечная роза не не звучащая натуральная не звучащая там цветущим розовым садом нет это если грубо говорить то это химозный аромат но настолько красиво что не могу его отнести к категории химозных ароматов которые я не люблю я наоборот я очень люблю при том что я действительно ценю в ароматах натуральное звучание но вот тут красиво очень красиво и странно и непонятно я уже месяца два изучают этот аромат и хожу вокруг него наношу на себя и так и сяк поначалу мне совершенно не понравился потому что я его очень слабо слышал на своей коже и не могла понять от чего так происходит вроде бы вся влилась а ничего не слышу потом я поняла что этот аромат не звучит не слышен на коже он слышен вокруг меня он как дымка распространяется как такое облако и слышен он именно в шлейфе они на самой руке то есть на руке его тоже слышно но не так он не раскрывается не звучит это очень очень интересное свойство у этого аромата удивительные удивительное сочетание ну вот но химозный но настолько красивый перед здесь не не щекочет нос он не очень интенсивный роза слышно и вот это сочетание с ладаном делает ее такой дымчатый абсолютно унисексовой я считаю что он подойдет и мужчине и женщине возможно мужчине будет звучать даже интереснее вот такой вот мой любимчик на этой неделе очень мне он как-то заходил всю неделю я прям поставила его как возле компьютера вот себя и периодически так или воздух распыляла или на себя он недорогой потом можно позволить вот в паре с этим я заказала себе аромат вот в таком небольшом атлеванте я не тут взяла возьму тут прогресс на теперь продает ароматы в атлевантах по 7 миллилитров если не ошибаюсь очень удобный формате с видеть так выкручивается пульверизатор пульверизатор он внутри находится его в принципе можно если постараться вытащить это вот из этой вот не колпачка провалов на всех языках и на русском и на английском так что не обращайте внимание и это у нас свежачок 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 обычный такой цитрусовый тоже унисексовый для тех кто любит лимонные свежачки колония такого направления то можете вполне себе обратить на меня на него внимание он недорогой и очень такой приятный цветочный цитрусовый летом я думаю что сношу его большим удовольствием и я специально притащила еще и вот этот вот мюглер колон чтобы сравнить и сказать им какой из них мне нравится больше вообще свежачковое направление это не моё я все больше по цветочным по более тяжелым восточным а здесь а здесь какая-то мятная зелень и очень приятная меньше сластинки и я не могу сказать какой из них мне нравится вот это наверное более освежающий за его такой зеленой мятности приятно очень приятный поэтому мюглер колонии если кто-то любит такие вот свежаки мятно цитрусовые то можете обратить на него внимание еще один аромат которым я сегодня сегодня собаки мои вот как только я сажусь снимать видео они тут же находит на кого-то кого полаять одну секундочку я к вам вернулась надеюсь они не потревожит нас более и я и на этой неделе раскатывала свое новое приобретение о котором я в общем то уже говорила в распаковке и поскольку я тогда он всего лишь сказал свое первое впечатление то хочу сказать что у меня по-прежнему нет определенного мнения об этом аромате это лайн станд парфюмерная вода и почему у меня нет мнение какой какой вот какого-то конкретного мнения я так и не пришла потому что этот аромат обладает удивительной способностью раскрывается совершенно по-разному каждый раз на моей коже то он помадный то он косметический то он животинкой он меня так завораживает это свои переменчивость я каждый я никогда не знаю что мне преподнесет я уже даже даже подозреваю что и в разные погодные условия дождь снег ветер солнце и так далее он будет точно также представлять себя в разных ипостасях очень переменчивый но могу сказать что в каждой своих в каждом своих проявлении он мне нравится и он не интересен и я ничуть не жалею о покупке прекрасный аромат кроме этого я еще занималась вот этими двумя красивые очень флаконы и ну я считаю что это собственно произведение искусства я конечно любитель простых форм но это же прелесть они такие хорошенькие нити печки так нравятся на цветочках и цвета какие прекрасные цвета ну в общем то об этом аромате я уже с вами говорила вот такой легенький он цветочно слегка фруктовый дымчатый легкий летний освежающий а вот этот аромат я кстати не сказал это у нас ванклифы ванклифы эндар прелс фея феерий вот это обычная феерий туалет на воде у меня а это рубис это рубиновая фея и здесь у нас уже есть ягоды и первое основное что я слышу это малины с малиной у меня отношения такие не очень хорошие скажем ну как бы они неплохие но нормальные просто малины на мой нос очень часто химозит и меня это раздражает вот в случае с малиной но тут она какая-то знаете очень даже очень даже приятная это ягодно зеленый свежий аромат послаще чем послаще чем а вот эту голубенькая водичка но у него что интересно он стал себя проявлять очень красиво в шлейфе и где-то даже чуть 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 он в базе на мне помадит и мне это нравится он стал гораздо нежнее видимо отстоялся потому что поначалу для меня это было вот прям химозная малина но ему надо было отстояться и возможно ему просто нужна более теплая погода сверкать немножечко флаконы абсолютно очаровательные даже если бы мне не нравились ароматы в них содержащихся содержащиеся я бы обязательно их оставила у себя в коллекции что собственно и сделаю но к счастью мне и ароматы также нравятся еще одним ароматом который заслуживал большого моего внимания на этой неделе стал румба пашен от тед лапидус есть еще обычная румба у которой грандиозная пирамида и который говорят звучит очень ретро этот аромат был создан позже это как фланкер румбы оригинальная румба и сначала была создана балинтияга если не ошибаюсь потом переиздана тед лапидусом и здесь у нас абсолютно классные пачули мускус какие-то очень сухие цветы как гербари прям если бы я не знала что здесь нет альдегидов я возможно бы заподозрила их наличие в этом аромате в нем есть ретровое звучание он ретро в хорошем смысле этого слова он не пахнет нафталином это не бабушкин сундук но в нем есть отсыл к ретро этот аромат он какой-то очень знаете строго 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 сосредоточенно нежный он мне расправляет плечи выпрямляет позвоночник и придаёт сил когда я нахожусь в таком немножечко на каком-то низком энергетическом уровне он 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 меня приподнимает и взбадривает подталкивает спину не куксись наташка действуем и я начинаю действовать вот так вот ароматы влияют на мое настроение и вообще я с ароматами знаете я с ароматами также как с едой есть интуитивное питание а у меня интуитивное аромопотребление я каждое утро просыпаюсь и прислушиваюсь к себе к своему настроению и представляю мысленно эти вот запахи альфакторно и думал какой же мне сейчас хочется на себя одеть вот так же я и собственно с едой поступаю вот такой замечательный аромат кстати очень очень дорогой рекомендую к затесту если вам нравится такое направление еще и хотела вам показать знаете сегодня видео такое на расслабоне не структурировано без какой-то такой четкой линии или темы сегодня вот все обо всем вот два аромата от дома the house of wood у них флаконы мне не очень нравится они такие на грани китча ароматы не могу сказать ничего о всем доме потому что в своем распоряжении имею только два это у нас the time вот такой синенький флакончик это у нас свежак он очень напоминает ароматы которыми в 90-х пользовались мужчины и вот сейчас я к нему принюхиваюсь понимаю что на самом деле это якорь вот я сейчас вместе с вами сделала открытие этот аромат мне напоминает тот самый аромат которым пользовалась пользовался моя первая любовь это была такая трогательная трагичная романтическая длительная история которая к сожалению не имела счастливого конца как часто это случается с первой любовью и к еще большему сожалению ванечке моего уже давно не в живых но память вот запах якорец то остался в моей памяти и я уже и я еще много лет после того как мы расстались искала аромат который был бы похож на тот которым пользовался он я даже помню что я прислушивалась к запахам к тому как пахли мужчины и сейчас я бы наверное уже подошла бы и спросила извините пожалуйста а каким ароматом вы пользуетесь но тогда я была еще совсем девчонкой и мне не было той смелости которая есть сейчас и возможно я его нашла тот аромат своей первой любви который долго искала странно вот и интересно я его не трогала у меня уже давно а сейчас взяла прислушалась и прям нахлынула буду сегодня весь вечер вспоминать свою первую любовь второй аромат я сейчас такая разлыбалась ах деньги умность любовь а это у нас almond harmony для тех кто любит гурманику и миндаль без особой горечи обратите внимание на этот аромат очень хороший миндаль правда он очень стойкий он сладкий и вначале а потом еще больше заслачивается поэтому вы просто обязаны любить сладкие ароматы для того чтобы получать от него удовольствие но миндаль здесь очень явный и очень красивый и как я уже сказала он не горчит как например в той же луф или экласс де амандес от контур контур от д пацифик это такой засахарный засахаренный миндаль видите я уже говорила что у нас шумно вот не соврала красивущий не стану ой извините я сейчас их успокоюсь снова ну вот закончится рекламная пауза я снова с вами еще на этой неделе мне И повезло, ну, вернее, не повезло, а как бы я просто, я приобрела два от Ливантика ароматов от Килен. С домом Килен я знакома очень плохо, я не услышала, слушала только их ароматы, как представлены у нас в Сифоре, это вот эти вот шарики на квадратной подставочке, они мне совершенно не понравились. И вообще этот дом как-то обходил стороной, потому что меня раздражает их политика названия ароматов, которая как-то очень сексуально озабочена, и я, боже упаси, не против секса, не подумайте. Но тут уж прям, ну, как-то совсем дешево это всё, и такой маркетинг в стиле секс продаёт мне не очень симпатичен. Ну, девчонки порекомендовали и сказали, вот попробуй, попробуй Back to Black и Good Girl Gone Bad. И я заказала два от Ливантика, и они мне пришли. И что я вам могу сказать о них? Один из них мне очень понравился, а второй мне не понравился. Начну с того, который мне не понравился, и это будет, наверное, многие удивятся, это будет Back to Black. Back to Black для меня пахнет очень тяжёлым, очень тяжёлым каким-то шоколадом. Чёрным шоколадом, но каким-то невоздушным. Мне в нём чего-то не хватает. Он слишком плотный, слишком пыльный. Не моё, мне не понравился. Возможно, я просто далеко отошла уже от гурманской темы, и подобные ароматы мне перестали быть интересными. А вот второй аромат мне очень понравился. Очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень понравился. Он пахнет не персиками, свежими персиками. И моё первое впечатление о нём – это жизнерадостность. Это такое прям поднятие настроения сиюминутное, мгновенное. И вот как-то именно в те дни, когда я была особенно невесела, скажем так, он меня буквально спасал. Ещё более приятным оказалось то, что его шлейф очень красив и длинен. От одного нанесения случился практически двухметровый шлейф. И я просто, можно сказать, купалась в этом аромате, насколько это возможно, с отливантом в один миллилитр. Но я вам скажу, что я очень хочу либо флакон, либо остаток по флаконе. Скорее всего, небольшой формат, потому что настолько стойкий, настолько концентрированный, что большой флакон просто не нужен. Но очень красивый, очень сладкий, свежий, замечательный аромат. И, что интересно, здесь есть тубероза, которую я совершенно не слышу. Вы знаете, как я люблю туберозу. И для того, чтобы я её не услышала, нужно очень сильно постараться. Здесь её не слышу совсем. Но, возможно, именно благодаря ей персик, не слишком мной любимый, обычно, зазвучал каким-то новым образом для меня и просто покорил моё сердце. Считаю, что это можно считать открытием недели. Ну что же, история моей жизни. Дальше, что я вам ещё не показала и не рассказала. А, вот. И в завершении нашего видео я хочу поделиться с вами моей любимой маской. Это, конечно, не слишком обычная, скажем, продукт для моего формата. Но мне очень хочется поделиться с вами этим моим спасением, спасением моих волос, для того, чтобы вы тоже могли порадовать свои. Эта маска творит чудеса с моим волосом, склонным к пушистости. Плюс у меня есть седина, а обладатели седины знают, что седой волос по своей структуре жёстче, чем не седой волос. И вот данная маска, она как называется ботокс, ботокс для волос. Она делает их глаже, она делает их мягче и очень блестящими. И лечит, и красивит. В общем, прекрасная маска. Как видите, я её выжила вот просто до последнего миллилитра. И хотела заказать себе ещё один. Обратилась к корейскому продавцу, и он мне ответил, что пока что они не могут послать в Канаду, к сожалению. Но я обязательно приобрету себе ещё одно, а возможно сразу две, чтобы хватило надолго. Кстати, я должна сказать, что здесь большой объём, 480 миллилитров, и мне хватило её на год. Очень экономичная в использовании и прекрасная по своим техническим показателям. Отличная маска, рекомендую. Ещё на этой неделе было так интересно. Возможно, вы удивитесь, но я несколько лет назад, вернее, 3,5 года назад, в течение нескольких лет танцевала сальсу. Сальса, бача, таки, зомба. И ходила в студию, и даже выступала. И вот с тех пор, как я встретилась со своим молодым человеком, я перестала ходить туда и как-то отошла от этой танцевальной темы. А вот вчера одна из преподавателей в нашей студии, она на Facebook, был такой стрим. Вы знаете, сейчас много проводят стримов музыкальных или каких-то лекций. Так вот, это был стрим латинской музыки. И я подключилась и стала, и поняла, что память тела существует. Это как-то, как ездить на велосипеде. Моё тело начало само двигаться в такт этой музыки. Я растанцевалась и поняла, что я так соскучилась по танцам. И теперь, после снятия карантина, обязательно пойду снова в студию и буду танцевать. Вот такие новости, вот такие вот события этой недели, открытия, загадки и так далее, которыми я хотела с вами поделиться сегодня. За всем я с вами прощаюсь. И вас всех очень люблю. Спасибо, что оставались со мной. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте комментировать. Я с радостью с вами общаюсь. Желаю вам чудесного дня, светлых улыбок, доброго настроения, поющих птичек. Бабочек не желаю еще рано, но вот почки на деревьях у нас уже появляются. И меня это очень радует. Так хочется весны. Я вас всех люблю, всех целую. Пока.